Два фактора. Во-первых, уничтожение высшей водной растительности, которая является антагонистом водорослей. То есть вот это не водоросли большие, это растения сосудистые. А вот те, которые такие нитчатые зеленые, такие более противные, вот это водоросли. То есть они как бы не совсем родственники, но не прям чтобы близкие. Высшие водные растения, они выделяют в воду фитонциды и подавляют развитие водорослей. Ну, как бы это у них такая вот борьба за экологическую нишу. Когда убрали погруженную растительность и перекопали вновь экскаватором, взмутили биогены в воду, резко выбросился азот с фосфором. Ну и поэтому вот спирогира, уточню через несколько дней, я доберусь до Саратова, потому что так нельзя определять животных растений. Но вот это, вероятно, все спирогира, которые на Байкале, может слышали, экологические бедствия, туристы. Ну, вот, конечно, то же самое. Вариант создать заросли макрофитов там, где нет пляжа по берегу. Не косить, ну, чтобы сформировался тростник. Лучше всего канадский рис, он нас интродуцируется и сам растет. Обсадить его, он создаст стенку и будет оттягивать на себя биогены, не давать весенним стокам там проблемы, что когда снег тает, то есть все вот эти окурки собачьи, фекалии, которые здесь лежат, они все стекают в воду и, соответственно, весной дают вспышку водорослей. Поэтому желательно, чтобы были макрофиты вдоль берега, ну, гелофиты. Это рогоз, тростник или можно канадский рис посадить. А рыбы как-то помогут или нет? Рыбы? Ну, белый амур съест всю погруженную высшую водную растительность, а вот нитчатые водоросли опять начнут развиваться, если белого амура запустить. То есть это как бы такое средство, такое тоже двоякое. То есть это как бы такое.